ПЕСНЯ И вот я сегодня хочу вам напомнить одну из них. Вы наверняка продолжите. Птица счастья завтрашнего дня. Что она должна была сделать? Обращение к ней. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. А зачем счастье откладывать на завтра? Мы ее сегодня разыграем, птицу счастья. Причем у каждого из присутствующих есть шанс эту птицу ощутить в своих руках. На раз. Смотрите, как это просто. Вот она, птица. Это одновременная программа нашего концерта. Но! А в чем счастье? А в счастье в том, что тот, к кому она прилетит, получит не только программу, но еще и лучшую из книг нашего клуба, которая, так сказать, станет его навсегда и насовсем. Итак, посмотрите в небо. Вон они там, летают наши птицы. Опа! Итак, наша любимая Тома, которая, так сказать, не усидела дома. Проходи, проходи, проходи. Вот так, вот. И получи свою птицу счастья. Вот, реально. АПЛОДИСМЕНТЫ Дружные аплодисменты, счастливцы. Дружно, дружно, дружно. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, сегодня веселый и радостный день. И я вам расскажу еще вот почему. Сегодня день рождения Жени Фридленда, которого вы все знаете и любите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И несмотря на то, что сегодня нет его в поле нашего зрения, Я хочу то, что я буду читать для вас, мои стихи, Адресовать именно Жене Фридлендой. Весна. И я спешу на дачу. К земле участку он зовет. В тебе, мой милый огород, Свои примеры он растрачен. От радости едва не плачен. Прощай, зима. Диван гнет весна. И я спешу на дачу. К земле участку он зовет. Ура, теперь я что-то значу. Для сорняков, моты, хлопать, Для шланга, молотков, оград. Все дни любовью обозначу. Женя, бери жену. Айда на даче. АПЛОДИСМЕНТЫ А восточная мудрость тоже о любви. Утром, съев щербет, нугу, В мыслях, чем заняться, Шлет султан в горем слугу. За жену. Разумеется. После первой, за второй, За седьмой, десятой. Вот слуга уж чуть живой Тащится с крыльца. О, великий наш султан, Я беззмок отход. Ты же бодрый, как джеран. Будто не работай. Что сказал султан? Подумай. Вам сейчас приведу. Древнее, мудрое, Если утверждение. Ник не поймет. Запиши. Плохо работать по принуждению. Слабся же труд от ваших. И мы с удовольствием Прекращаем к микрофону Елену Гутник. Песня называется Про розу и шмеля. Песня Владимира Зачепа На стихи Николая Львова. Обыденною прозу Тронические зломы Судьбе Росла я цветники, звалась я роза Свела на радость людям и себе Высокую себе я цену знала На прочих же смотрел свысока И было хоть цветов вокруг немало Но не было прекраснее цветка Так ходит с мечтами о принце Чтоб был богатый щепь у новой снег И вот однажды утром появился В саду здесь с небывавшей прежде шмей Он был голоден, статен и приятен К тому же, простите, ржавой вот таким И распахнула для него обеятье Раскрыли ему свои все лепестки Всем, кто он в степеньком своим дрожал И даже закачался потом Когда водила опытная жама Мой нежный нераскрывшийся дом С тех пор роман наш завязался страст Я от любви была, но вся в нем И если то шмелет, была я красной Малиновой я стала со шмелем На-на-на-на-на-на Малиновой я стала со шмелем Он любви мне все журжалчиком Но я не знала, веря под лицом Что это была лишь его работа Цветков наивных собирать по лесу И в мире не было ни счастья, ни розу Проклятый этот день, когда меня Любимый мною шмель цинично бросил Собрал по лесу переписки, как у меня Удар, быть может, не был бы сладяшки Но не успела высохнуть роса Как он подлец с одну мою ромашкой Стал изменять мне на моих глазах С тех самых пор я не завела вовсе Как насекомые к цветкам риску Про пчел молчу и не скажу про пчел Но точно знаю, все жили козлы Про пчел молчу и не скажу про пчел Но точно знаю, все жили козлы Браво! 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 Команде! Маслев приглашается Второй блок нашего нападения И тут Я вам должен сказать Жизнь приобретает много граней Много Валь Ирин и Таней И много интереса Особенно, когда жена поэтесса Вашему вниманию Ольга Бедак Я вам расскажу О генеральной уборке В прошлой жизни По науке восточной Я, конечно, родилась не буржуем Папой Карла я была Это точно Почему? А вот сейчас расскажу Разбирала я балкон Отставала Нет, не взрыв Вы что, помилуй нас Божие Я соседям Старых ламп раздавала Как и вы, наверное, делали тоже Вот фанера Доски Брусья сухие С этим жальче расставаться мне Степли Нужно выбросить Да только какие Вот из длинных Муж со стряпой спрягли А вот эту деревяшку На свалку Но она и так вкусно Пахнет смолою Хоть корявая А выбросить жалко Ведь была нам в той жизни Сосною Хвойной лапушкою Не было скалы И лесные Верно помнят Картины Ветер пел ей Словно тенор Пляскала Вон, сучки глядят Глаза уратина Не гожусь я никуда Почему же? Просто места мало В тесной коморке Сберегу тебя Упрячу поглубже И до новой генеральной уборки АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец АПЛОДИСМЕНТЫ Он вас порадует Многими вещами И в том числе Разговором о родственниках О родственниках не знаю АПЛОДИСМЕНТЫ Я Небольшое отступление Только что в метро Наблюдал Выражение сдерживаемого страдания На лице красивой девушки В туфлях на высоком каблуке И мне вспомнилась фраза Боже мой, какая прелесть Это туфли на высоких каблуках А девич красавица Снимешь счастливый человек АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и сняли Я хотел немножечко поговорить о ничке Редко найдешь человека Который бы в детстве не мечтал стать великим Создать что-то гениальное Ну там написать гениальную поэму Роман Нарисовать картину Которая бы потрясла мир Я, например, как физик Тоже вот думал Ну хорошо, Эйнштейну не удалось создать Единую теорию поля Так почему бы В общем-то Как сказал один великий актер А не замотнуться ли нам На Вильяма, ну понимаешь, нашего Шекспира Ну вот Прочтая стихотворение Натальи Хаткиной Мое мнение несколько изменилось Алиса Сергеевич Пушкин Был, конечно, не вменяем На мизинце длинной ноги Никогда себе не стыд Николай Васильевич Гоголь Плохо делал Боялся женщин И писал она в твоих душах Пусть окажет, что не псих Федор Михайлович Достоевский Проиграл все деньги в карты Романцов самое главное А заглавил идиот У кого не едет крыша Тот романа не напишет И картин не нарисует И как надо не спает Неразлучный гений с психом Точно голубь и голубка Если кто не сумасшедший Пусть не тронет наших мозг В каждом творческом союзе Нужен штатный психиатер А порядочной психушке Нужен творческий союз Я давно Пытаюсь Гениальной поэтессой Личности незаварядной Генератором лететь Оттого я среди ночи Голой бегаю по лесу Мухоморами питаюсь Бросаюсь на лететь Ну, сами понимаете После Такого стихотворения То есть такой ценой Становиться гениальным В общем-то мне перехотелось Вот И я Как-то если Думал о том Чтобы писать стихи То после этого Не очень Хотя Одно стихотворение Все-таки написал Но она автобиографическая Вот Получилась песня Ну, поскольку я в основном Пишу музыку Вот Я подумал Если уже я написал Слова То писать еще и музыку Это уже Перепор И я посоветствовал У Щепакова Нет У Кочеткова Мелодия Это автобиографическая Поэтому Если к концу Песни у меня По щеке скатится Скупая Мужская слеза Не обращает внимание Это личное Мой дядя профессор Твердил мне не раз Что Бэлектрофизиков Род не угас Учись-ка полезным Предметам Читать Труды физиков На ночь Но я не послушал Я верил в себе Французский шансон И гитару любя Себя представлял я При этом На сцене В Парижском театре На прессе галя Лимон Мартрис До сцена Под руку шагать А может быть Был у азарта Жоржу Брасанцу Подпевать Хоть с Азнавуром Хоть с Монтаном В Олимпии На сцене петь На пляском ков В кафе Шантали Спиав В великой посидеть Но время проходит И дедушки нет И в дебрях науки Пропал его след Ему все равно Что племянник В подземном Стоит в переходе Он по вечерам Под гитару поет Кто мимо проходит Кто рядом встает И в шляпу Чего-то Бросает А он Приходит Он вскоре А дружба в Харькове На уголке Над пивом стопен Григорь Григорьев Григорь Я усела Григорь 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 ассоциируя Эрдея, Весь подない подхоухже первое, даже лучше, то есть даже лучше всех и взять его даже и не любое. Где я? Девушка, девушка, где я? Не к вам, не к вам, я теперь уже совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на my pe lore. Не к вам, не к вам, я теперь уже совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на my pe Twitter. А теперь мы послушаем Леонида Толпыга. У него есть что сказать о методах, средствах и способах извлечения истины, которые обычно бывают на дне. Пожалуйста. Сейчас по телевизору массовое распространение получили различного рода рецепты. Все готовят и готовят и готовят. Раньше этого не было. А сегодня, к сожалению, поскольку следующая рассказка, которую я хочу вам рассказать, была написана еще тогда, когда рецепты передавались вкусным образом. Докотилась до кума новина, что виновь быть можно с ковы. Кум – страшенно нетерплячий человек, раздохнув ковынявый человек. Сунув трубку с черепа под ребром, пачку дрожищев заходил ему внутрь, намисил цементу, глини, кизяків и обмазал ковына до этих боков. Потом мидным дротом выклотал и на течево сушился поплав. Как нагрев вся ковынявая на печи, зашумив повторю реактор у печи. Тут явился у кума накреплами, монтувати в ковынявый бедный кран. Хай под тиском колька тысяч атмосфер, будем дать рязнь вина далеки. Чую кум бить барабанить в окно, пейдем разом пить марочную воду. Посидали и показывали мне ковынявый, что лежит на черене. Батюк дрожищев заходил ему внутрь. Маму, там же очи было все и не дро. И теперь это не Ковын и не балон, а зарядку. Колько тысяч мегатон. Адон служит миру, не війни. Вин, вино для меня вот, черене. Цю минуту ковыняра, как ровно. Огнушил, пошелешил меня. Прокатаюсь, хата уже нема. Только пищ стоит на дворе, что сама. Кум висит на колуне, ніби птах. Висит сачен, с кесорочком в дюрках. Переляками страшным сатана. Чейко тоже, посколко, ковына. На подверьке пирьевит курей. Біля двору тільки клямка, від двери. Подивитесь, зібрались спів села. Отака у нас трагедія була. А теперь, вся трагедія нескінчена. И продовжить наслідки цей трагедии наша Ирочка Кузнецова. Вона там десь, мабуть, була. Давай, давай на сцену, тільки що прийшла. Давай, давай, давай. Матисимох, діточок. Аплодисменты, аплодисменты. Це добровольна стажинка. Це писта. На лук подвипивши леди. Вона куштовала ковуна. Мужчина, як добратися на Сумськую? Ви шутите, щоб я і на метро? Скажіть там, що я тут протестую. І мені не підійде такий експромт. А ви, смотри, не курите, не п'єте, не елитик, случайно? Ах, спортсмен! І як ж ви живете на кампоті, коли вокруг такий ассортимент? А я, пожалуй, причащусь немного. Ви, нет? Тоді встаєм на фрубершаут. І не поєте. Ох, ой, не дотрогав. І в шашки нет? Тоді вам вечний шаг. А так насчет не заблаговарите? Вам не о чем со мной поговорити? Коли ваш профіль высекут в граните, вам буде не до жінчин і інтриг. Ви жена-ненавистник і зануда. Мужчин туда же, господи, прости, А знаєте, како ли це чудо, що з вами мене вже не по пути. Аплодисменты. 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 А тебе до лампады, Томакавка. Аплодисменты. 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 Палата номер 6 Тогда и главврач, старый друг Магарита Львова Будет рада, когда больничный хор Вдруг промыхнет, как сгор, а куда надо, а куда надо Когда больничный хор вдруг промыхнет, как сгор, а куда надо Сюда не надо, туда не надо, куда надо моя А куда надо, а куда надо Валерий Степанов всегда знает, когда, куда, с кем и зачем Валерий Степанов Это было обо мне, а сейчас я не Валерий Степанов А маленький мальчик, лет пяти, который очень любит морозить на него Я мороженое просто обожаю Я бы ел бы его с самого утра Мне мороженого мало покупают Говорят, посчитай, сколько съел вчера То ли три, то ли пять, я не помню точки Ну зачем же считать, это же смешно То ли шесть, то ли семь, я ж не нарочно Сколько есть, только съем вкусно Мне мороженое на обед и ужин Мне мороженое на обед и ужин Я бы быстро подрос, сделаю за большим Мне мороженого много, много нужно Я бы задачу тогда запросто решил То ли три, то ли пять, я не помню точно Ну зачем же считать, это же смешно То ли шесть, то ли семь, я ж не нарочно Сколько есть, только съем вкусно Я бы мороженое ел бы даже ночью Но приходится спать, ночью дети спят Я мороженое обожаю очень И не нужно меня этим попрекать Съем и три, я не пять, очень даже просто Ну зачем же считать, это же смешно Съем и шесть, я не семь, девять тоже можно Мне ведь сколько не съем, мало, все равно Провожаем аплодисментами Нашу третью тройку нападения И приглашаем четвертую тройку нападения Светлана Грецова Лучший стоматолог Салтовки Лучшая политеза и... Ну я тут просто теряюсь Светочка Приглашаются на сцену Марк Босин и Ольга Подлесная Приглашаются на сцену Ирина Федорова Приглашаются на сцену Владимир Харченко Если его нету, мы забьем ему место И пригласим Зачепу тоже Владимира А Харченко значит... Вот то слышали ту сирену, это значит было ДТП Это спешил наш Харченко Аплодисменты президенту клуба песенной поэзии Юрия Лизбора Правительственное сообщение Никакого сообщения Просто это чем микрофон девушки Ну это хорошо Аплодисменты президенту клуба песенной поэзии Аплодисменты президенту клуба песенной поэзии Барон Джерман Барон Джерман поехал на войну Барон Джерман поехал на войну Его ж красавица жена Осталось ждать едва жива Одна Одна в рассвете юных лет Одна с утра Одна в обед Она могла бы подугнить И даже просто умереть Но ей не дали Маркиз Парис Виконт Леон Сэрчон Барон Джерман поехал на войну Барон Джерман поехал на войну И там он славно воевал И даже нам начакивал доспехи боевые Зато жена его как раз вела бои в полмочный час И так был страшен каждый бой Что на рассвете шли домой едва Живые маркиз Парис Виконт Леон Сэрчон Барон Джерман Барон Джерман поехал на войну Барон Джерман поехал на войну И там среди мечей стрел остался он И живут, хотя, хотя, бывало дуга И уж красавица жена Не знала отдыха, не сна Пока последнего бойца Не истощила до конца И вот лежат в земле сырой друг Возле друга Маркиз Парис Виконт Леон Сэрчон Барон Джерман Барон Джерман Барон Джерман поехал на войну Барон Джерман Барон Джерман поехал на войну И в тот вернулся старина И перед ним его жена одна Лежит в постель А рядом с ней два душа Стоят четыре малыша Барон году он не сказал А он сказал Привет, друзья Как же будет, но и без меня Молодей Маркиз Парис Виконт Леон Сэрчон Британский Бэд И ты Британский Бэд 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 Только старость у мороза. Двадцать лет, как день единый, Ожидание, ожидание, Я тебе писала песни И копила жар в груди. Ты приехал, Только ждет нас увядание, увядание, Или праведная старость, Плед и тапки впереди. Опоздал ты лет на двадцать, Мой дать-то благородный. Глянешь, в кудре посидели, Рот без зуба, тусклый взгляд. Мы с тобой друг друга любим, Но желания свободны. Я не выгляду с балкона. Поворачивай назад. Вот ты, моя жена, Тихо, скромно добра, Ты мне сотворена. Кисть пятого ребра, Теперь в груди дыра, Ребра-то больше нет. С бюрою без ребра, Как жить мне, Дай совет. Вот ты весь день снуешь, Сдираешь, жаришь, шьешь, А я-то без ребра. Не вред, как старый еж, Ты в руки мне свьешь, Кто дрель, кто два ведра. Рот ты даешь, Куда ж мне без ребра. Вот я лежу, сижу, Хожу, прожжу к тому, Весь день руковожу, Тобой, как мудрый муж. Душа моя с утра, То вверх летит, то вниз, Без пятого ребра, Страта, дед, аргомизм. Хоть ты моя жена, И очень мне нужна, Хоть ты моя любовь, Несут родная кровь, Ведь пятая ребро, Ничем не заменить, Ты мне мое ребро, Пожалуйста, верни, Верни мое ребро, Я без него стерой, Я без него пустой, Зачем тебе такой? Верни мое ребро, Я без него стерой, Я без него пустой, Зачем тебе такой? Зачем тебе такой? Вернуть тебе ребро, А может быть, Петро Свободы захотел, Придумано хитро, А я тебя лишу Последнего ребра, Я на тебя пашу С утра и до утра, Тебе готовлю есть, Стираю, шью к тому же, Да я ж ребро и есть, Неблагодарный муж. Вон, суповой набор, Грудинка и ребро, И сам себе варил, Хоть целое ведро, А я теперь И так Свободна от мужчин, И мне Теперь ура, Для грусти нет причин, В клуб бисбора пойду, Там вечер, говорю, А вдруг Ребро Найду Так сам и виноват. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...